Не работает? Ну, речь идет о проверке массовой электродинамики в сильном электромагнитном поле, всем известно, что это существенно невинейная теория, невинейная в том плане, что и невинейная оптика, то есть характеристики различных процессов невинейного образа зависит от поля. Установки, которые сейчас строятся, их много. Вот есть в нашем косметике неизвестный в Мироморской лаборатории. Вот, собственно, варенокаянная отделка, 192 кг, почти 2 мега-дробные. Потом, значит, установка, вот этот лейзер мега-дробный, 2 мега-дробные, 340 кучков. Значит, эти установки предназначены для ядерного синтеза. Вот эта установка в Англии делается хайпер-экбитарем во Франции, значит, там тоже последний. Кроме того, они, аж говоря, фундаментарные науки, но, тем не менее, у них длинные импульсы и, значит, будут очень высокой интенсивности пучки. Но вот эта установка является единственной, которая, как говорится, предназначена непосредственно для исследования, где работает с фундаментарной наукой. И вот здесь перечислено некий, что они там собираются делать. Это хайпер-сайенс, значит, ускорение частиц, лабораторная астрофизика. Правда, я не очень понимаю, что они под этим имеют в виду, под лабораторной астрофизикой. Потому что, ну, как бы, люди чего-то говорят, но я не очень понимаю, какое-то отношение к астрофизике. В том числе и огромная терапия. Здесь самые разные применения. Вот мы, в принципе, будем... Я тоже, что я могу говорить, я все время буду ориентироваться на эту установку, поскольку ее задача получить интенсивность больше чем 10-24 Вт в квадратный сантиметр. Вот их пропозу, который они публиковали, и вот я обращаю внимание, здесь много чего написано, но то, на что я хочу обратить Ваше внимание, это вот эффективная компрессия дает возможность потенциально интенсивность превышающей 10-25 Вт в квадратный сантиметр. 10-25, это очень много, потому что рекордная интенсивность, которая есть сейчас, это 10-22 Вт в квадратный сантиметр. Ну да, это вот, опять-таки, все возможные, что все они могут делать и на что они ориентируют свою установку, но вот это вот самое главное для нас и, в общем, на самом деле для них. Вот здесь на русский язык приведет, я хочу сделать слайд, что интенсивность вот такая, это называется ультроэкерийский интенсивность, почему? Потому что вот этот вот безразмерный параметр интенсивности, который характеризует лазерный пульс, он обезразмеривается массой протонов, а не литрот. Это масса протонов, больше или порядка единицы. Значит, это означает, что, как говорится, протон будет обрастать, массой, эффективной массой протоколизоваться, значит, которая будет отличаться от уровней массы, в которой вообще, вот при таких интенсивностях можно наблюдать самые разные эффекты, которые до сих пор обсуждаются только с лицей, элитронным и неголи. Значит, ну вот что они говорят, что по шагам маневываются, например, данный сапфированный лазер, который винирует интенсивность импульс и длительностью 10-12 секунд с энергией в районе там 700 жёлтых, то есть мощность от 50 до 70 петалат. Значит, ну, фазовый контроль и использование, он, кстати, с большой авертурой, позволит получить интенсивность порядка 10-25, а комбинация 10-10 одиночных пикусов, какой-то мощности, приведёт к пиковой мощности до 700 петалат и соответствующей интенсивностью 10-26. Хотя они говорят и об экзоваттной мощности и даже зетоваттной мощности в будущем. Но это уже в плане, да, вот несколько слов, это известная картинка, и несколько слов о том, где мы находимся и как вообще вот эта интенсивность, значит, росла интенсивность. Вот началось всё в 60-м году, когда, это 50 лет тому назад произошло, когда первый лазер был изобретённый Тэгги Мэймером в Соединённых Штатах, значит, он, правда, не получил Мангрёвскую премию, и поэтому до сих пор его жена не разговаривает с Таунсом. Вот уже, как говорится, много-много лет, но, поскольку лазер, да, вот они за мазер получили, за мазер получили, а лазер сделал первый работающий, вот Тэгги Мэймер, и, кстати, его жена привезла этот лазер, работающий до сих пор, вот 50 лет праздновать в Париже, это был грандиозный праздник, она привезла этот лазер уже строителям, как раз жировому руку подарила этот самый лазер, ну, вот такого вот размера, маленького, и до сих пор работает. Ну, так вот, в 60-х годах всё началось, вот интенсивность расплала, росла, и в эти годы как раз начались исследования очень интенсивной лазерной квантовой электродинамики, значит, появились работы, ну, и в Америке, и у нас, у нас они бешёвые виды в первую очередь, значит, они очень много плодотворных здесь работают, ну, и была надежда, что и дальше это будет так продолжаться, и всё, как это можно будет на эксперименте видеть, но потом вдруг, ну, затем берёт стагнации, как его называют, и продолжалось это где-то, вот, ну, сколько лет, 15, фактически не менялась интенсивность лазера, равная лазера, до тех пор, пока в 86-м году Муру и Стриклов не придумали технологию CPA, это черпированное усиление импульсов, черпированное, когда, со словом черпированное, на русский язык перевести очень трудно, потому что это черп, это щебетание, черепание, если угодно, ну, причём здесь черепание, я до сих пор понять не могу, потому что идея заключается просто в том, что это усиление импульса, что делается, берётся достаточно короткий импульс, он растягивается во времени, идея, кстати, не новая, она из радиотехники взята, а потом происходит усиление, а усиливать тогда уже можно с помощью различных оптических устройств, их не разрушая, потому что, когда растет много во времени, интенсивность невысокая, а после того, как, значит, вы усилили, вы опять можете его сжать, и в результате на выходе получаете очень высокую интенсивность. И тогда, значит, произошло две вещи, во-первых, рост пошёл снова линейный, производная почти такая же, как здесь, это, во-первых, а во-вторых, размеры, в основном, существенным образом, существенным образом, изменились, потому что вот где-то в это время, вот до этого момента, где-то вот в это время я был в Соединённых Штатах, и в Росестре, там выступал на семинаре, меня спрашивают, ну где же взять такие поля? Ну, поля не надо брать, потому что достаточно организовать столкновение, пучка электрических электронов и лазерного импульса. Тогда в собственной системе этого электрона поле будет достаточно высокое, и можно наблюдать нелинейные деньги. На следующий день, вот человек, который меня принимал, отвёз, отвёл меня в лабораторию лазерной энергетики, она там называлась, по-честному, как раз, ну, в это время, в это время он как раз начал там работать, и они мне показали строящийся лазер, значит, по современным меркам, не очень высокой мощности на сегодняшний день. И, как говорится, когда я посмотрел на это громадное здание, и вообще на эту громадную машину, я почесал затылок и сказал, ну, непонятно, что легкий слег сюда перетащить к вам, прощество, или этот лазер нам построили, потому что, действительно, это было сложно. Но после этого появились, так называемые, table top lasers, то есть это установки, которые можно уже в лаборатории на лабораторном столе смонтировать и с ними работать. И вот всё это продолжалось до последнего времени, пока, значит, ну, уже существующие технологии не дошли до нету предела. И вот сейчас вот где-то здесь мы находимся, это как раз 10-22 ватт на квадратный сантиметр, ну, может быть, ещё на порядку, да, соподнять, но как бы не более. Вот урок предлагает новую технологию, это использование адаптивной оптики, значит, пучков вот с широкой апертурой и так далее. И, как говорится, появился в результате проект, сначала была статья Муру и Таджимы, а потом появился проект, который одобрен Европейским Союзом, значит, и сейчас этот проект в действии, и там уже огромное количество стран к нему подключилось, и Россия тоже участвует в этом проекте, но отдельные люди участвуют, потому что Россия их денег, естественно, не вносит, а кроме того, они тоже не очень приветствуют участие России, потому что Россия говорит, давайте построим эту правильную территорию, и тогда мы ей деньги дали, это ещё так риск, их такие разговоры. И они категорически отказались это делать, поэтому, собственно говоря, не люди, которые планируют устроить эту установку, а оказался Евросоюз. В Евросоюз, ни в каком случае, руководство Евросоюза, как бы, не пошло. Поэтому, значит, и Россия официально не участвует. А можно вопрос? А вот у нас, в России, какой мощности есть максимальный, так сказать, виноватный лазер, и сейчас дело, значит, как это Сергей Григорьевич Гарань, к сожалению, не приехал, там в Сарове делается мощный лазер, но он тоже для лазерного термояка, в первую очередь, ну и какие-то, может, другие цели, ну, в первую очередь, лазерный термояк, а большой интенсивности там не будет. Вот мощность и интенсивность, это разные вещи, значит, того мощности, которые люди вот делают, я показывал, какие делают машины, для того, чтобы интенсивность большую получить, нужно жестко очень сфокусировать и иметь очень короткие импульсы. Ну, естественно, повторяемость должна быть достаточно высокая, вот здесь вот обещают, там, ну, несколько выстрелов в минуту. То есть, это серьезно, чем машина. А для чего интенсивность нужна? Потому что интенсивность вам дает высокая напряженность поля, а если поле, высокая напряженность поля, ну, вот тогда вы можете наблюдать все опоры, он не имеет эффект. А там интенсивность невысокая. А что такое прием? А это энергия, это энергия осцилляции электронов. Вот электронов в поле волны, то есть, вот у него движение какое-то, просто быстро осциллирует, и, видите, вот средняя энергия осцилляции, она вот такая. Первый? Так. Первый? Да. Ну, осциллирует, кстати. Да, да, да. Он сбрасывает, потому что он, как говорится, дело в том, что он в поле волны, осцилляции происходит, как говорится. Ворот, и время, да. Да. И не то, что времени не хватает. Он опять, как говорится, излучив оно, он опять должен перейти в такое же состояние. Я не сильно понял, вот это, и все. А что, излучение, конечно, есть, он может излучать. Это правда. Это, как говорится, вот если пренебречь и получение, то, конечно, энергия вот такая, эффективная масса, жутко большая, во много раз больше, чем масса в голову электрона, не сравнена. Потому что, ну, сколько там, ну, здесь шестой раз может больше, пожалуйста. Но, так же, алекция, так же, алекция проведена. А может быть, если с синхротронным излучением займется опять переводить? Ну, если я буду говорить о том, можно ли получить или не может, но это не из синхротронного излучения. Дело в том, что синхротронное излучение чего-то. Дело в том, что вы создаете ватор, у вас никаких электронов там нет. Предполагается, что можно сделать идеальный вакуум. Кстати, я вот когда буду говорить, это очень важный вопрос, здесь его уже задавали, а как вот реально сделать вакуум? Всегда, вроде грязи есть какая-то, нет. Вот экспериментации говорят, что нет проблем, сделать, как говорится, вакуум чистый. И это делается не с помощью масляного насоса, а с помощью того же лазера очищается циклопис, то есть они, как говорится, стреляют в бедах и очищают вещества. Да, он вот с такой будет энергия. И давайте смотреть, как он будет излучать, все это можно, как говорится, изучать. То есть вот его состояние вот такое. Он, как говорится, а так же он будет излучать. Но нас с вами будет интересовать, в общем, на самом деле, вернее меня не председатель, но вакуумные эффекты, потому что... А стены, я готов... А? Ну ты говоришь, что импуссом весом, стены, т.е. стены, т.е. стены, т.е. стены, т.е. стены будут в качестве. Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Убуждается, вот это... Причем это самые разные экспериментаторы. Я честно говорю, я, как говорится... Это вопрос сам задавал экспериментаторам. И, значит, сначала я говорю, ну, вот французы, ответили, что в институте нет проблем, потом еще и они, значит, в Ротинске мы... Даже так, там кто-то задал этот вопрос, и тут же инстинутат, мне нужно что-то умеет сказать, что да, это они могут делать, я не знаю, как. Вопрос важный, но ответ какой. Я не могу как-то соввести это, но, то есть, потому что, не знаю, они параллельно, да, могут. Так вот, планируется попасть вот сюда, вот сюда. А цель, вообще говоря, дойти до этого вот сюда. Т.е. это как раз 10.30-я интенсивность. Вот 10.30-я интенсивность, это та интенсивность, которая... Вот, характерная интенсивность, которая определяет с тем самым полиом ГС, о котором я вчера и говорил. А если еще дальше идти, ну, там вообще... То есть, если начинаются другие вакуумы, депутации, уже не хватает меня уже. Одноквартовый тромодинамический уровень. Это так им кажется. Там, на самом деле, о чем я буду говорить, существуют естественные пределы. То есть, вы, если параллельно отрождаться с лазером, просто подняться не сможете. Это, конечно, параллельно всегда отложится, не будет. Значит, вот стремление сюда. Да, причем скачок должен быть. Причем, опять, этот скачок будет связан с именем Герара Мору. Поэтому, вот, один раз он уже показал свою дееспособность. Я в этом смысле очень доверяю. Вот. А вот это вот дорожный тарт этого проекта. Дорожный тарт этого проекта, который, правда, был опубликован до кризиса. Поэтому, здесь небольшой сдвиг произошел, по-прежнему, и все, да, подальше отодвигается. Ну, вот, то, что первоочередное, то, что они хотят построить, в первую очередь, это как раз вот 200 петалат. Смотрите, один выстрел в минуту и десять пучков. Значит, и планировалось это дело в 2014 году. Сейчас называется, скажем, в 2016, ну, может быть, 2015 год. 2015 год. Ну, я вот уже показывал, значит, теперь я просто перейду к нелинейному эффекту. Значит, ну, все определяется с дружаном Гайсенберг и Лея. Я вчера говорил, значит, ну, какие нелинейные вагонные эффекты. В принципе, их много, на самом деле. Рождение пары, это магнитный поле из вакуума, это самый яркий, с одной стороны, яркий эффект, а с другой, как ни странно, эффект, который проще всего наблюдать. Потому что, вот, генерация гармонии вагона. Что это такое? Ну, вот, если вы фокусируете лазерный импульс, даже один фокусированный вагон, лазерный импульс, то он, как ни в ней думать, получает фамилию вагона. То есть, начинают генерироваться гармоники, даже и одиночным. Но гармоника измучается. Вот тоже вещь для меня несколько удивительная. И получается гармоника, третья гармоника почти вперед. И начинается это где-то при интенсивности 10-27 ватт в квадратный сантиметр. И, а вот, недавно в Казани я говорил с экспериментатором, Масалов Анатолий Викторович из Фиана, да? Я ему говорю, ну, это же… Он просто интересовался именно этим вопросом. Я говорю, ну, это же не увидишь. Ну, как на фоне, так сказать, такого могучего лазера, увидеть, так сказать, там, небольшое количество фотонов, пусть даже третью гармонику, вперед, ну, непонятно. Он говорит о проблемах. Мы, как говорится, можем выделить эту точку до 10-20. То есть, вот, утверждение, что… Ну, тем не менее, это, на мой взгляд, очень сложная задача. Вольную лучшую травмонию это означает… Ну, фактически, это эффект расщепления потона НАРУ во внешнем поле, которое изучалось. Значит, если слабенькая волна распространяется в поле лазера, то, да, действительно, как в инизотропной среде возникает обыкновенная, необыкновенная волна. Может так описывать, а может, если энергичный потон, как в одном образом описывается расщепление потона НАРУ и так далее. Но рождение пар – самое проще всего, потому что, ну, ничего не было, а потом вдруг, ну, только свет, а тут вдруг вещество. Поэтому увидеть легко. И зависимость очень резкая, экспоненциальная. Поэтому, как говорится, это эффект проще всего наблюдать. И основное внимание на нем нужно сосредоточиться. Значит, в основном люди думают, что… Вот все так уверены в том, что при таком характерном поле, вот за авторовское поле, где 16 вольт на сантиметр, если говорить об электрическом поле. Вот нужно именно такое поле, чтобы все такие эффекты наблюдались. Значит, это поле, как известно, совершает работу порядка МЦ квадрата на кондромской длине. Вот такой могучий поле спрашивается, интенсивность какая? Ну, если посчитать интенсивность, вот так вот, то получится 4,65 на 10,25, 5 на 10,25 квадратный сантиметр. Значит, Елай, говорит, 10,26 получен. Ну, там может быть чуть побольше в ближайшее время. Но, тем не менее, это далеко до этого самого характерной интенсивности. И поэтому вопрос, можно наблюдать нелинейный эффект или нельзя? Можно или нельзя наблюдать нелинейный эффект? Ну, вот, как описывается эти эффекты? Как их считать? Можно там аналитически продвинуться? Где надо счет, числый счет делать? Значит, вопрос как описывается поле лазерного импульса? Ну, плоская монохроматическая волна до сих пор, или, как вы считали, что это плоская монохроматическая волна, и это очень удобно, потому что существует точное решение квадратного управления, либо Деракли, либо Кляева-Гордена, и, так называемые, волковские решения. И поэтому сравнительно легко вычисляется вероятность процесса, по крайней мере, элементарно. Уже в учебнике вошло. Вот, можно смотреть «Голестецкий» или «Голстагевский». Как говорится, можно очень подробно еще в 79-м году было решить туда целая книжка «Никишовый ритус», где очень много рассмотрено всякого рода эффектов. Но дело в том, что, на самом деле, порядок получается при жестком фокусировании сильный. Надо жестко их сфокусировать. И это совсем не монохроматическая волна, поскольку здесь появляются продольные составляющие поля, которые коренным образом меняют, на самом деле, ситуацию. Тем не менее, приближения монохроматической волны очень часто работают. Очень часто работают. Но, значит, вот когда речь идет о рождении пар, например, или о вычислении коэффициентов преломлений, теоретической проницаемости вакуума в присутствии сильного поля, то тут плоская волна не годится в принципе, потому что нету никаких эффектов в поле плоской волны по реализации вакуума нет. Ну, оба варианта равны нулю, поэтому поправки фонд режима отсутствуют. И эта модель ни в коем случае не работает. Она работает только тогда, когда есть какая-то внешняя частица, неважно, батон, электрон, еще что-нибудь. Есть внешняя частица, она работает. Ну, с какими-то ограничениями. А вот для таких эффектов, она не работает. Поэтому, если хотите что-то считать, нужно обмадреть фокусированную ипномагнитную ипульсу, который нам направлен отражать свойства реального ипульса, то есть решение уравнения в массовой густоте. Вот это зеленый написал, а черный написал, что очень трудно работать, казалось бы, потому что нет точных решений никаких квантовых уравнений. Спрашивается, вот, там, применять картину фария, значит, не удается. Ну, вот, я буду говорить о модели, которая у нас вот в этой работе с Мишей Фокурном была развита. И сейчас я вдаваться в подробности не буду. Это я просто формула привел для того, чтобы показать, что вот формула аналитические есть. Это, скажем, монохроматическая циркулярно реализована неплоская волна, которая распространяется вдоль оси. Это, повторяя, точное решение уравнения максимума при условии, что вот эти функции, которые здесь регулируют, ну, здесь, значит, обозначение понятное. Это видится ортой, значит, вот, ρ — это просто координата цилиндрическая, фаза φ определена вот здесь, вот, δ — это объяснение параметра, я о смысле его чуть более скажу. Значит, а вот эти функции f1, вот, в том случае, если f1 является решением вот такого уравнения, это, фактически, уравнение Максвеллос ввели к решению вот такого вот уравнения, а функция f2 выражать через f1 таким образом. Ну и чтобы это был фокусированный импульс, ну, чтобы решение произволяло вот таким вот условием, которое здесь написано. Ну, вот одно из решений — это гауссук учет. Вот здесь просто явно выписано, правда, вот эта функция f1 и f2, она выписана для случаев, когда этот параметр маленький. Но обратите внимание, что здесь стоит гауссук учет, r — это радиус фокусировки, поэтому если r у вас λ, то этот параметр единицы надо любить, то есть, в общем, можно считать порядок имеем всегда, даже на дефекционном пределе. И в этом смысле вот эти функции хорошо работают. Ну что, каков смысл вот этих параметров? Значит, вот описывается буквально может распространение такого пучка. Значит, r имеет смысл радиуса фокального пятна, r — это дифракционный или бенеевский пятна, r — это параметр фокусировки, вот когда он… так сказать. Большой, ну что значит большой, вот он, грубо говоря, ограничен там, 0,1, 0,0, ну можно сказать, если дам их пополам, если можно чуть побольше его сделать, но он все равно всегда меньше единицы, а маленькая для этого, значит, вы переходите к пределу шлоцкого волна. Вот. Ну что характерно для такого поля, это для нас важно, что вектор е и h имеет продольный компонент, поле непоперечный. То есть, всегда возникает вопрос, а что это такое поляризация для непоперечного поля? Ну вот, во-первых, можно всегда найти такое решение, в котором вектор е поперечный, это е поляризованная или это е волна, и наоборот, а поляризованная и тм волна, то есть поперечный магнитный, это поперечный электрический, это вектор а. а, так сказать, продольный составляющий имеет только поле е везде. А в общем случае, получается, некая смесь может быть, мы ее записываем в таком смесье, что вообще любой параметр, это здесь повторяет точное решение. Более того, можно таким образом описывать и импульс. Достаточно короткий импульс, то есть, надо сделать просто в этих функциях вот такие вот замены. g, здесь некая подгибающая такого импульса по времени. Но это уже не точное решение, которое мы не максимум, а решение с точностью, до членом d2 включительно. Поскольку d2 меньше единицы, то это достаточно хорошо работает и для описания. Вот такой модель мы теперь будем пользоваться. Теперь, чего я дальше хочу сказать. Значит, ну, параметры электромагнитного поля, это понятно. Это, значит, электромагнитные импульсы, да. Если поле лазерного импульса, то есть это фокусированное там, то, естественно, эти варианты, они зависит от координаты времени и вообще с этим определяются параметры. Например, волны или частотой, длительность импульса, радиус, по-какому нахуй, или через рейт, можно это выразить и так далее. Значит, мы будем использовать другие варианты. Я вчера это уже показывал. Значит, вот эти варианты имеют смысл какой? Они, значит, совпадают просто с увеличением напряженности электромагнитного поля. То есть, эти директоры E и H, значит, параллельны. Вот они построены через их варианты R и G, и, соответственно, вот таким образом, значит, вычисляются. Через них просто проще выражаются фокусы. Теперь есть еще один параметр. Это параметр работа, когда у вас есть какая-то частица во внешнем поле. Это, так сказать, динамический параметр. Вот буквой I здесь обозначен. Значит, он здесь зависит не только от поля тензоро-электромагнитного поля, но еще от четверых импульса, значит, самой частицы. Смысл его состоит в следующем. Вот если я перейду в систему, где частица, значит, в среднем покоится именно в среднем, потому что, скажем, если это волна, то у вас, как говорится, она может совершать регулярные движения и еще, так сказать, вот быстрой осцилляции. Вот быстрой осцилляции по-прежнему, как говорится, могут быть, а, значит, вот регулярного движения нет. В среднем покоится, тогда этот параметр есть просто отношение поля в этой системе, в собственной системе частицы, к характерному полю. Если у вас сталкивается лазерный импульс и ультративистский электрон, то тогда, значит, понятно, что поле в собственной лабораторной системе связано вот таким вот образом, да, и для ультративистской частицы просто поле в собственной системе есть, ну, вот гомофаб появляется, гомофаб появляется, и, соответственно, параметр хи может оказаться очень большим, если это будет частица в ультративистская. Важно, что этот параметр квантовый, этот параметр квантовый, сюда постоянная плавка входит, и, скажем, если у вас частица заданной хи излучает, если их не маленькая, то квантовые поправки несущественны, и влучение происходит так, как классические частицы, формулы классические. Да, работает классик. А если порядка единицы, вот я здесь писал много больше единицы, это неправильно, это ошибка, больше или порядка единицы надо было написать, то, значит, отдача очень большая, проектории нет, и надо, в общем, уже квантовым образом описывать, никакие, значит, вот формулы, там, операционного трения, или еще что-нибудь, когда вот параметр большой, то есть единицы или больше, вот это, конечно, не работает, и вообще даже не применимо. Ну, собственно, и применять там не нужно. Теперь, вот, давайте рассмотрим вероятность какого-либо процесса, который инстерлирован на частице и во внешнем поле. Вот, она зависит вообще от трех параметров, видите, я просто обезразмерен, значит, критическим полем, характерным полем. Значит, вот здесь я тоже ошибку допустил, надо было написать квадрат, потому что я любит отмерить поле в квадрат, значит, если ест в квадрате, надо было написать, ну, не важно, по смыслу понятно, что я просто обезразмерил характерным полем эти параметры. и, вот, что-то у меня это какое-то несоответствие, а, я приходил, делал это что-то, вот, поведом, там, что-то здесь просто круглые, а здесь должны быть запятые. а, нет, 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 прошу, все нормально, это f на ес только в квадрате, и g на ес в квадрате, они, как говорится, ну, если поле меньше характерного, то это параметр маленький, а f, пусть даже не очень большое, но если оно много больше вот этих, то тогда вероятность это можно переписать вот так, то есть, первое приближение, пренебречь, и все остальное будет по-праку. Но, дело в том, что вот это наражение, это же элитиристские ловятся в вариантные все величины, поэтому, вот в таком виде вероятность, она что описывает? вероятность того процесса, о котором мы говорим, только в поле плоской электромагнитной волны, потому что именно в поле плоской электромагнитной волны эти варианты fg равны нулю. Ну и скрещенные, наверное, нет? Ну, нет, а сейчас к скрещенному я просто перенестирую. Скрещенное поле тоже, в каком смысле, поле плоской волны, только с частотой равна нулю. Вот, а значит, для поле плоской волны есть еще один значит, ловится перебросив дворядный парадок. Вот если мы возьмем трех потенциал, четырех потенциал, значит, он зависит от фазы, как вариант, да? И это и есть поле плоской волны. Ну, например, на драматической волны значит, будет сфин. Тогда вот этот параметр а0, который я уже писал, он, значит, записывается вот таким образом, опять, опечатка, здесь е квадрат зарядок пропущен, здесь е квадрат еще стоим. Да, и еще я вот здесь вот пользуюсь единицами, где h и c равняется единице, поэтому надо это иметь в виду. кстати, вот вот здесь вот очевидно, что такое вот значение амблевода, которым лазерщики все пользуются, оно крайне не удобное, потому что для амблитуды кондициала та же самая клуба используется, поэтому можно рассматривать любую компоненту вот этого четырех вектора. Тем не менее, пока они все пользуются этим параметром, я надеюсь, скоро перестану. И вот это, несмотря на то, что этот параметр касаться подзависием от кондициала, он, тем не менее, является и калибровочным вариантом. Горится калибровочным очевидным, потому что квадрат четырех вектора усоединяется в твой вариантный параметр. А калибровочный невариантный это понятно, потому что если вы остаетесь в плоской волне, то любое калибровочное преобразование определяется произвольной функцией, но функцией, зависящей от вариантных параметров. Поэтому вот так вот вы его записываете, как говорится, когда вы звоните в квадрат, то k квадрат равняется нулю, и k на а тоже когда ц равняется нулю, нам всегда это можно делать. Поэтому при любом калибровочном преобразовании у вас этот параметр остается постоянно. Так вот, этот параметр, он, ну вот здесь закон записан в более-менее стандартном виде, если его вот так переписать, то смысл этого параметра это работа поля на длине волны, значит, вот на длине волны этого внешнего поля отнесённое к, или конце квадрата. Значит, вот то характерное поле по антоликотегономически это было поле, работа поля на конторовской длине, а это на длине волны лазерного поля. И этот параметр никакой постоянной планкой не содержит. Постоянной планкой не содержит. Это классический параметр нелинейности. Значит, на самом деле параметр чего определяет? Вот если он порядка единицы или больше, то любой процесс становится модифактоном. Значит, скажем, если говорить о нелинейном комптоне, вот комптон эффект электрон поглощается, электрон и получается обычное рассеяние электрона, то есть фотона на электроне. Значит, если во внешнем поле это происходит, то это происходит с поглощением, электрон берёт, скажем, может взять этот фотон, который он перерассеивает, из внешнего поля. Если он один фотон берёт, это не линейный, а если он два берёт, то эффект становится нелинейным. То есть наоборот, линейный, да. А если два или там больше, эффект становится нелинейным, многопатонным. Многопатонным становится. Ну и вот эти гармоники с поглощением нескольких нескольких нелинейных из волны, они существенны тогда, когда как раз параметр порядка единицы. Это работа поля на длине волны. Здесь ещё одна важная характеристика любого процесса – длина формирования. Это длина, на которой формируются акты излучения, поглощения, рождение парокатонов. Характерным масштабом длины формирования является вот такая величина или это длина волны, делённая на параметры на 0. Поэтому, если она много больше единицы, а это можно сделать либо за счёт того, что у вас поле очень сильное, либо за счёт того, что частота маленькая. поле подпорожения в поле и длина формирования меньше длины волны, то тогда поле, вероятность представляется выражением, которое работает в поле плоской волны. Такое поле можно рассматривать как скрещенное поле как постоянное поле поле плоской волны почитано очень много Разные процессы изучены досконально. Поэтому все формулы уже есть, все готовы. Им просто можно пользоваться, если параметры вот такие. Мы говорили о параметре 0, Михаил Иванович спрашивал ТЭВы, ГЭВы, так вот они определяются как раз 1. Сейчас то, что предполагается, это 0, 10,6 или даже выше. И поэтому, конечно, если 0, 10,6, это настолько маленькое поле не успевает измениться за время процессов мировоз. Поэтому поле скрещено. если нет частиц вакуума, то есть нет параметрах и тогда надо смотреть зависимо на вероятность любого процесса, в том числе и рождение вакуума нет, поэтому надо использовать модель фокусированного пола. Какие вообще до сих пор эксперименты были по невинейной квантовой кардинамике? По невинейной квантовой кардинамике было только два эксперимента. Вот эксперимент E144 имел номер на слэте. Это невинейная контрольная растение. Схема эксперимента чрезвычайно простая. Имелся лазер интенсивностью с 0.5on 111, хотя интенсивность в этой установке лазер можно было менять, она была переменной, ISE одновал он инфракрасный и зереный. Вот лазер фокусировался вот сюда. А здесь пучок слегка сп animal с энергией но здесь происходило столкновение? Hertford спай Ну и, соответственно, у вас электроны попадали в этот магнит, здесь они рассеяли электроны, которые теряли, соответственно, отдача была большая. Вот этот параметр хи, он был у них, это вот, а нулевой было, то есть поле было не очень сильное, а хи, я здесь не написал, что это, но тоже было где-то порядка 0,2 десятка, то есть в собственной системе поле еще было далеко от критического, но, тем не менее, отдача, можно считать, почти порядка единицы было хи, поэтому отдача была большая, электроны теряли энергию, и рассеяние электрона было здесь, вот в этом параметре, значит, они регистрировались, отклонялись и электроны основного пучка, не рассеянные электроны, а фотоны, летели прямо, излучение вперед, какие регистрировались, регистрировались вот здесь. И что люди наблюдали? Они наблюдали, да, вот это сначала схему самой установки, вот отсюда идет слеповские электроны, вот это вот лазер, а вот здесь вот отклоняющие магниты, а вот здесь стояли, значит, детекторы. Ну, что они наблюдали? Они наблюдали, я уже говорил, линейность состоит в том, что вы наблюдаете несколько гармоник, можно наблюдать, которые, значит, берет электрон волны, чтобы излучить достаточно высокой энергии фотона. И вот они наблюдали до четырех гармоники в красном, и вот здесь вот до третьей гармоники, до третьей гармоники в зеленом свете. Причем совпадение с теорией вполне очень хорошее. И, значит, ну, вот они обсчитывали этот эксперимент как раз с помощью тех формул, ну, частые, там, даже вместе с дешевым, с самоработкой. А проведование мультарира рождения пара практически на той же самой установке, значит, происходило следующее. Значит, вот здесь, в фокусе, где происходило столкновение, сначала вот этой невинейной конскему невинейного фотона, да, а потом вот этот фотон, этот фотон, за счет воплощения определенного числа парового процесса, за счет воплощения некого числа фотонов из волны, рождалась пара. И вот здесь, здесь был установлен, значит, половина, на которой позитроны, когда цимерил они, здесь эти позитроны, позитроны и мерили, позитроны и мерили. Ну, вот, это вот теоретическая кривая, и эксперимент вот совпадает совершенно, я считаю, идеально. И, значит, вот такая картинка была помещена в «Нью-Йорк Таймс», это, значит, вот Молани Холковский, электрическую лавочку, то есть свет в цилиндрах, а потом вытаскивает вещество. Дум, и свет, и вещество. Фактически, это, на самом деле, первый эксперимент, в котором вот этот вот процесс, значит, действительно наблюдался. Ну, а теперь о вам, нахитрик. Теперь о вам. Я не знаю, может быть, продавать перерыв, да? Мехологический, да. Да. Перерыв. Вот сейчас, честно. Даже если вы, нет, либо правее. Ну, ну, совсем другое взаимодействие. Нет взаимодействия. Перерыв мы пристроенные на за это и其他 есть. Мы пока говорить не можем, у нас там 10-26, 10-27, ну не знаю, при самых оптимистических настроениях, можно сказать, ну 9-27, ну не больше. То есть мы до этого вроде бы как и не доходим. Спрашивается, а нельзя ли, как говорится, порог рождения пар уменьшить? То есть если был 10-28, а нельзя порог уменьшить? Ну, первое, что пришло в голову, естественно, значит, давайте столкнем два лазерного импульса, там же лучше, потому что когда фокусирование, за счет чего? В плоской волне почему не рождается порог? Потому что все потом летят параллельно, а они, как известно, не взаимодействуют. А если вы их фокусируете, значит, они летят под неким углом, а раз летят под неким углом, ну, соответственно, и происходит столкновение, и рождение пар уменьшит. Давайте эту углу сделаем в 180 градусов, тогда может им легче будет, и действительно легче. Вот я, значит, ну, здесь вариант, значит, что интересно, что здесь почти нет разницы между е-волками, волками складыванными, аж-волками, аж-поляризованными волками. Разницы почти нет. Просто сталкиваются две поляризованные по кругу волны. И вот вам результат, значит, оказывается 2,5 на 10,26, и у вас уже эффект наблюдается. Ну, как ожидали, так и получается. Ну, 2,5 на 10,26 это каждое импульс, только каждое импульс. Так что полная интенсивность должна быть 5 на 10,26, то есть если у вас есть лада, вы должны как-то развернуть этот пучок, и, какеретным образом, их столкнули. Тогда получается 5 на 10,26. Ну, естественно, здесь тоже есть эффект разрушения поля за счет рождения пар, но об этом я, как бы, позже буду говорить. Потому что есть еще один механизм разрушения, который, может быть, даже более, так сказать, интересный. Да, ну вот на этой картинке как раз показана кривая, значит, и вот когда рождается одна пара. Одна пара рождается вот при такой импульсии, не 5, ну, там грубо было 5, а вот 4 и 3 видно, значит, из этой картинки прошли хорошо. Однако, и эту штуку можно еще, еще поменьше порога. Для этого надо использовать новую пучковую технологию, которая красивая картинка, правда я не думаю, что здесь кто-то должен стоять, я не знаю, когда, знаете, в глаза. Но, тебе не менее, это, значит, картинка, которая была, значит, придумана, и человек помещен перед работами, сказать, ну, какого, значит, масштаба установка будет. Ну, все равно, конечно, схематическая. То есть, вот, у меня сейчас, скажем, у нас была работа, значит, первая, когда она вышла, значит, вот от такого варианта, мы говорим, от такого до 24 пучков. Ну, помните, я вам говорил, ну, пучковая технология, она как-то имеет место, помните, я сам начинал, я про них, про них говорил, про мега-джоу, я говорил, там, где-то 200 пучков собираются люди здесь, но там апертура большая. А, как говорится, когда большая апертура, здесь, говорят, жёстко фокусировано, апертура в голове должна быть большой, но когда большой, так много пучков не получится. Я сейчас покажу, как можно реализовать эту схему, но вот от двух мы теперь переходим к 24. Значит, ну, вот, как это можно сделать? Вот берём плоскость одну, да, вот располагаем, как говорится, вот умещается. На самом деле, если я беру вот этот параметр data, фокусированный 0,1, то на самом деле можно максимум 8 таких пучков внести в одной плоскости. И при этом, пусть они линейно парализованы, они все в одной плоскости, ясно, что в фокусе поле будет, как говорится, складываться. Правильно? Причём поле будет корень из числа этих микольцев больше, интенсивности просто складывается, а это будет корень из NP больше пучков. А дальше можно, как говорится, 24 каким образом делать? Ну, вот берём плоскость Х и, значит, вот, вернее так, вот эта вот плоскость, значит, Y и Z, и вот в этой плоскости мы, значит, ещё помещаем, как говорится, их 8, потом, как говорится, ещё в другой плоскости 8. Так что вот всего получается 24. Правда, не так эффективно уже, когда в другой плоскости, когда они под наклоном увеличивается напряжённость поля. Ну, вот по такой формуле это рассчитывает. Мы про Икосинный угол, этот, это 45 градусов, и тогда получается, что поле по отношению к высоте 24 к 2 почти в 3 раза увеличивается, пока не будет. А по отношению к 8 почти в 1,5 раза увеличивается. Почти в 1,5 раза увеличивается. Ну, можно спросить, ну, зато же ясно, что как-то всё перераспределилось, что значит увеличилось. У вас же исходная-то энергия была, какая была, такая и осталась. Правильно? Но на самом деле это происходит, происходит больше, происходит перераспределение. Поле вот в фокальной плоскости, геометрия, значит, поля в фокальной плоскости существенно изменилась. Интенсивность поля, вот это вот два пучка, это 8, это 24. Видите, она вот на любой картинке, это плоскость XY, вот здесь вот эти пучки, а вот это вот плоскость XY, это плоскость XY, это плоскость XY, это плоскость XY. Вы видите, что интенсивность всё время растёт, а, как говорится, структура как бы уменьшается. Происходит такое, вот здесь вот вообще, как некая пятнистая структура образуется, в фокальной плоскости, интенсивность выросла, а область уменьшила. Поэтому, если вы энергию посчитаете, то это будет та же самая энергия. Но дело в том, что от напряжённости поля, как говорится, число родившихся пар в зависимости экспоненциально, от, как говорится, размера этой области, в которой всё это происходит, степенным образом. Поэтому, когда вы увеличиваете напряжённость, у вас это очень эффективно работает. И у вас из-за этого, получается, увеличивается напряжённость, а стало быть, число родившихся пар. Расчёт я сейчас покажу. А это просто картинка для 2,24, но уже как-то временная, как бы, развертка. Но они, казалось бы, очень похожи, но я обращаю вашу внимание, что здесь 0,07 стоит, а здесь 0,2. Это просто математика, как-то не позволяет использовать на разных картинках разные цвета. Вот она у неё, она так заряжена, что цвета одинаковые. Поэтому обязательно надо смотреть вот на эти полоски, видно здесь 0,07, а здесь 0,2. Поэтому, если сравнить вот здесь и здесь, они вроде бы одного цвета, но интенсивность гораздо более. Интенсивность гораздо более. То есть, вот в такой временной развертке тоже вот эта вот пятнистая структура образуется. А вот результат. А вот результат. Значит, вот два пучка, да? Значит, ну, здесь всё рассчитывается при кистике лонжёвых энергии. Уже об интенсивности как-то сложно говорить, потому что, когда у вас много... Ну, что это интенсивность? Это плотность потока, да? А плотность потока, это всё-таки связано с определенными проблемами, куда именно это течёт. Когда оно вот со всех сторон человеком. Чего говорить о плотности? Поэтому надо говорить об энергии. Вот полная энергия всех пучков, мы считаем, 10 килотровли. И это есть величина, которую, как-то, цены и лай собираются, как раз, значит, получить. И тогда мы можем посчитать, вот при разной геометрии, сколько же этот децептвар у вас может реально родить. Ну, здесь, смотрите, парни рождается. Потому что, когда здесь напишем среднее число 10-19, 10-17, это просто означает, что надо 10-18 раз выстроить, чтобы один раз одну пару получили. Поэтому ясно, что здесь парни не рождается. А вот здесь, в этой колоночке, указана пороговая энергия, которая нужна, чтобы одна пара родилась. Так вот, если и лай будет 10 килотровли, то для того, чтобы одна пара родилась, при двухпучковой технологии, нужно, чтобы было 40 килотровли. А, как говорится, 4, вот и изменилась ситуация, и вот, наконец, когда 8 пучков, да, то у вас начинает рождаться пара уже при 10 килотровлях. То есть, как говорится, пороговая, пороговая, ну, ровно одна частица, ну, 10 килотровли, она и есть. А когда 16-24, то, посмотрите, число пара рождающихся, очень много, за один выстрел, за один выстрел. И порог понижается, и порог понижается. Значит, вот были такие предположения сделаны. Здесь фокусировки еще более жестко, буквально, в дефракционном пределах. То есть, уродианы добавят в линии волны. Ну, как говорится, очень много частиц убирают, темальные пара для установки. Как удастся ли это сделать, это второй вопрос. Вот таким образом, это говорит о том, что, да, нейрлайд, действительно, ответили на первый вопрос, что нейрлайд можно получать, наблюдать этот эффект или нельзя. Ответ, в принципе, возможно. В принципе, возможно. Вопрос только за технологию установки, там, вот, экспериментарные, сфере самого эксперимента. А теперь, кстати, вот, если говорить о всякого рода других процессах, то, конечно, я не уверен, что, кстати, вот в этой самой каше можно реально наблюдать, но можно экспериментарные что-то придумывать, а не какие-то удивительные вещи совершенно умеют делать. Но то, что пара, можно наблюдать, это тоже. Теперь еще один момент. Вот, на самом деле, родившаяся пара порождает каскад. Вообще говоря, порождает каскад. На самом деле, я сказал, что этот каскад уже наблюдался с лекарства на эксперименте. Вот, Михаилович очень спрашивал. Вот это вот жирное линия, это значит электрон, который взаимодействует с волной, поэтому здесь не нарисованы те фотоны, которые, кажется, и берутся, и излучаются обратно волну. Он просто юний жирный, не голый, а вот голый, скорее, электрон. Он излучает фотон. Потом, спустя некоторое время, фотон в том же, значит, импоте рождает пар. Рождает пар. Это начало каскада. Первый его стадий. Первый стадий. Лазер. Я опять привожу те данные, которые были. Там оболевое вот этот парад 0,3. А энергии частиц вот таких. Вот 47 метров здесь. А у этого фотона было, наверное, 30, как я уже говорил. Стысячелый фотон. Можно даже оценить, сколько стадий каскадов, в принципе, люди могли наблюдать. И здесь, как это оценить? Ну вот, есть вероятность обучения, именно при тех параметрах, которые написаны. Потому что там достаточно сложные формулы, но здесь она только сколько меньше единицы, в три раза. Можно считать, что пользуется формула для 0, значит, для 0, много меньше единиц. И для вероятности рождения пара. Вероятность пара пройдет сложнее, то есть десятка степени стоит малого параметра. Ну и, соответственно, есть время жизни электрона по отношению к излучению. Это всего 10-13 секунды. И есть время жизни фотона. Это 10-11 секунды. И, так сказать, на самом деле, значит, существенно вот это время, потому что оно, так сказать, меньше, чем... И число шагов каскада на выстрелы будет тогда чему равно. Вот длительность импульса, отнесенная к этой самой тегам, которая большая. И получается 2 на 10 минус 2. Ну вот здесь написал отличное согласие. Я пишу, что это неприличное согласие с экспериментом, потому что там буквально на 200 выстрелов пойдет презентрона. А теперь посмотрим, как вот рождается пара двумя сталкивающих. Сначала я расскажу простую схему, из которой видно карбецинклею. Получил, так сказать, результат, который на самом деле оценочный и вполне соответствует, как говорится, действительности. Я потом скажу о последних результатах, которые у нас есть. И, впрочем, я покажу на прикол. Значит, ну вот будем считать, что такие лазеры, значит, пороговая для карбеинтенсивность у нас вот такая вот, одна пара за выстрел, это пороговая. Динамика, в поведении электронного родилась пара. И резонансы играются вот этим вот параметром. А 0 вот уже здесь, для такой, на самом деле, 10 четвертый параметром. А хи, так сказать, параметром хи может быть больше, чем вот это отношение, 1 и 2, которое для этого лазера действует на стороне. Значит, что происходит? Значит, поскольку вот такой параметром, это для чего он будет? Дело в том, что частица родилась электронной. Электронная, она не рождается, она не в покое, а потом у нее начинает вскаляться. Я потом продемонстрирую механизм, на примере простой модели, потом расскажу, как это работает на других, но они начинают ускоряться. И измучать они начинают тогда, когда хи становится порядка единиц. Сам факт измучения описывается так же, как в скрещенном поле, так же, как в скрещенном поле, потому что в момент мы просто видели там действительно хи, фотонный хи достаточно большой, из-за того, что там фотон имел 30 г, поэтому хи будет большой. И несмотря на вот это отношение. Поэтому локальму можно рассматривать как встречные пользы, пользоваться соответствующими формами. Но если у меня порядка единицы, то вероятность уже так записывается, излучение, так записывается вероятность рождения пара. В частице первой пар упаковывается, вот здесь минус второй, а вот это время ускорения написано. Я потом поясню, из-за чего это получается, как это получается, но здесь предполагается следующий модель, что сталкиваются у вас два поляризованных покрова импульса, и в покаре дозвисе поле просто чисто электрическое вращается, то есть магнитные векторы друг к другу компенсируют, а это, значит, крутится поле. А если есть такое поле, то просто, как вы понимаете, очень легко решить классические уравнения движения. Вот он, хи маленькая, электрон движется по классической траектории внутри поля, ну и легко оценить, за какое время он наберется в духе порядка единицы. Ну и тогда вот это вот время жизни электрона и потом оно будет такое, и смотри, это 10-17 секунд, очень маленький время. Там же, как бы, 10-15 секунд, то есть 10-4. Ну и дальше что происходит? Вот родилась, вот они ускоряются за время ускорения, и когда стало непорядка единицы, они излучают. Значит, вот живут они, соответственно, это ели, это гамма, они одного порядка, и вот происходит такое размножение. Ну и будем считать так, на порядок упал, значит, упал параметр хи на порядок, то есть он опять стал маленький, все это будет повторяться. Поэтому давайте я посчитаю вот этот вот период, этого одного цикла времени, оно будет вот таким вот, да? Ну, время ускорения я оцениваю, 3D-E, тоже я отобеду оцениваю, получается 1-16. Ну, а время вылета частицы из этого импульса, оно вот такое. это просто расчет под драматологией. Это не у нас что-то делать? Ой, конечно. Прошу прощения. Значит, а время вылета из импульса, оно будет вот такое, 3 на 10 минус 5. Значит, полное число рожденных спиц вот таким будет, 10-30. Это взрыв произошел. Уже это при 20,5 на 10,26. То есть, вот из-за того, что одна пара родилась, значит, каскад развелся, и, как говорится, все это взлетело. А? 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 Да, да, да. 10-30 кг ладжоу, то есть, вот такая энергия. Энергия родилась и пара оказывается много больше. Много больше. То есть, это означает, что такого быть не может. Я же говорю, я все делаю, я работаю в предположении, я же делаю все в предположении, что у меня есть внешнего поля, ну, как люди привыкают, как с внешним полем работают, но оно задано, и давайте все считать до конца. Вот я так же считаю и прихожу к выпуску. Вы должны посмотреть, когда лазерный вид, что я считаю. Конечно. Конечно, мы это именно должны посмотреть, но я, значит, раз сейчас расскажу о том, как, значит, ну, я в конце концерта, конечно, сейчас такая работа просто не идет. Работа, чрезвычайно, непростая, потому что, ну, вот, дайте я в конце, я в этом скажу, потому что здесь я пока буду те же предположения делать, но не вот с такой грубой схемой, которую я здесь стал, а уже более-менее, как говорится, аккуратно. Во-первых, я показываю, значит, за счет чего происходит, как происходит искорение. Вот я принципирую эту грузочную модель по-прежнему, это вращающаяся электрическая поле, вот вектор Е вот так вот крутится, решаю уравнение движения и вижу следующее, что на малых временах это вот, вот здесь опять, я, кажется, вчера только доделывал этот разратик, потому что последний, поэтому, вот это омега большая, и омега маленькая, это дольтур. вот крутится электрическое поле, а я могу, значит, на малых временах, по сравнению с периодом, да, посмотреть, как меняются, очень простые формулы получаются, для того, как меняется, значит, импульс, потому что решение тривиальное, понимаете, вращающейся формулы. Оказывается, что импульс отстает от поля, он за временем Т, этот повернулся на омега Т, а этот повернулся на омега Т пополам, образовался угол, а раз образовался угол, то, как говорится, появился поперечный составляющий импульса, вот за счет этого и растет. Ведь вот в поле плоской волны или скрещенном поле у вас и вообще есть сохраняющаяся величина, но если только воперечное взаимодействие с полем получения, то есть электрод не излучает, то у него хи константа, интегралный ремень. Вот. В поле волны. Значит, для того, чтобы хи менялось, необходимо, чтобы поле не было в поле плоской волны. Вот фокусированный один импульс, пожалуйста, два сталкивающихся импульса, чего угодно, здесь мы два сталкивающихся импульса, смаршиваем. И вот в таком поле, из-за того, что отставание такое идет по углу, значит, появляется поперечная составляющая и хи меняется, меняется вот по такому закону и видно следующее, что, так сказать, это хи может стать порядка единицы вот за время ускорения, которое здесь указано, которое, обозначение здесь, е на е со звездочкой, а е со звездочкой вот такое, я потом, какой смысл этого поля скажу чуть позже, а время ускорения вот так вот считается. И вот это время ускорения, оно, как говорится, много меньше, чем хи на хи. Вот это существо. То есть на самом раннем этапе это происходит. А вот здесь вот, как говорится, вот то, что здесь нарисовано, это просто точное решение классического уравнения движения для параметра и как он меняется в поле, в обращающемся поле. Пока никаких излучений, ничего нет, просто классического уравнения движения. Однако здесь рассмотрены другие случаи, когда, значит, две эртически парализованные болты сталкиваются, а, это вот у нас здесь, столкновение двухлинейно парализованных болт, вот это вот, вот это вот кривая, и, как говорится, единственный одиночный просто сфокусированный импульс. Но что про первое? Конечно, поведение, это чисто уже расчеты, поведение частицы совершенно разное, это решение классических уравнений. Но вот здесь вот в начале, по порядку весенней, все одно и то же. Поэтому вот это время ускорения, которое, как говорится, я получил, оно, как говорится, на самом деле гордится для любого поля. А дальше я, как говорится, говорю следующее, вот поскольку хим у меня, я считаю, тогда я пользуюсь вот этой формулой для излучения и определяю время жизни вот из этой формул. Сюда подставляю вместо хим, как она меняется, подставляю все Те, получаю уравнение Те, и вот Те я тоже получил, время жизни. А дальше я что-то говорю, ну вот есть время вылета, разлетаются эти самые частицы, ну оно вот такое, явно на 2C считается. И тогда, значит, утверждение, что если вот такая ира, и времена есть, то тогда это необходимое условие для того, чтобы каскад развился. То есть, ну, чтобы каскад развился, ну, необходимо, чтобы вот это вот в капеце выполнялось. А утверждение следующее, что это выполняется, тогда, когда параметр μ безразмерный, то есть, Е в Е со звездочки больше и минус, а значит, Е больше, чем 7, 3 на 10, минус 3 ЕС или интенсивность больше, он, простите, пятерку, в мису, мезла, 2,5 на 10, 25 и 20 квадратных сантиметров. Вот это и есть условие, это пороговое значение для образования каскада. А вот это Е со звездочки, оно, как говорится, имеет простой физический смысл. Это оказывается поле, которое совершает над электронным работу порядка mc квадрат, но уже не на Кантоновской длине волны, не на простой длине волны лазера, а на длине формирования процесса. Прошу проявления, на длине свободного пробега электрона. На длине свободного пробега электрона. И вот тогда, как говорится, возникает каскад. Это есть некое условие. То есть при слабых полях каскад, как говорится, не возникает. И вот мы считаем, значит, считаем, и эти расчеты уже совпадают, фактически совпадают. То есть здесь мы, я не скажу, просто делали, а потом есть пересчет метан-монтекаро просто делалось. И результаты практически совпадают. Вот это вот зависимость числа, как говорится, рожденных, числа рожденных парад параметр миум. И видно, что вот здесь вот, а да, вот эта вот пунктирная кривая, это просто предельная энергия в поле. То есть вот, как говорится, досюда можно, добраться не можно. На самом деле. Правда, вот эта кривая, она, как говорится, каким образом сделана. Предполагается, что у меня в фокусе есть как минимум одна частица, которая каким-то образом туда попала. И вот мы начинаем смотреть, что дальше эта частица порождает. Вот при таких, когда миум равняется там единица, никакие пары еще не рождаются. А вот здесь сделано следующее. Здесь просто вот эта же кривая изображена в другом масштабе. Видите, здесь другой масштаб. А вот в этот момент начинает рождаться пара. Вот в этот момент. И поскольку с ростом интенсивности или напряженности поры у вас число пар, как если тоже растет, и каждая пара порождает какой-то скар, то число рожденных частиц, оно гораздо быстрее начинает расти. И поэтому пороговые значения, которые мы достичь в принципе не можем, соответствуют уже 2,7 на 9,26. Значит, на сегодняшний день вот эти вот результаты простою моделью полученной, на сегодняшний день уже практически закончена работа и готовится к публикации по Монте-Карло. Там достаточно большой коллектив, в котором немцы участвуют, и еще из Нижнего Новгорода люди, по человеку. Я вчера не переступил науку, Саша Куф тоже участвовал в этой воронительном способе делали, и вот, наконец, у нас согласовались результаты, так что будет общая публикация. Значит, а дальше это стоит очень серьезная задача, написанное, собственно говоря, кинетическое уравнение, которое описывает весь этот самый каскад, причем учитывается в этих уравнениях обратное влияние, напряженность поля, она переменная и туда заложена. Ну, это большая работа, и, кажется, вот сейчас над этой вы спрашивали, я отвечаю, работа читает, я думаю, что она, в конце концов, проведет несколько результатов, а пока что, я могу только сказать следующее, что невозможно, но прав, невозможно создать поле, рождающее пары, с напряженностью, не равны ЕС. Значит, эта история очень интересная, дело в том, что, я уже говорил, что поле ЕС, характерное, появилось в работе Завдера, это 31-й год, и ровно тогда же, значит, уже сам Завдер в своей статье написал о том, значит, Ганзингер ему сказал, что Нильсборг сказал, что такое поле создать нельзя, то есть поле, которое над электроном совершает работу, он буквально это сказал, то есть он именно электрическое поле имел в виду, поле, которое над электроном совершает работу, в конце квадрата создать, в принципе, невозможно. Это высказывание попало в книжку Завдерфе Атомной инспекции в том 2-й и, значит, 11-й глава, как раз там посвящена Марадокчику Кляйна, и там это, как говорится, все написано. Но всем благополучно об этом забыли, более того, ну, наши группы Фиани, там, мы обсуждали это, значит, замечание упора, но говорили, ну, вроде бы ничего не происходит, вот, Швингер нашел поправку, Муцелла Гранд в Кадыске выписывал ее, ну, Казинка, Кривер, но ничего же плохого не происходит. Но при высказании, что поле может создать? Да это просто все забыли, где сейчас все обсуждают поля более критического, Михаилович еще не обсуждал такое, что раз он магнитное поле обсуждал, это можно. А электрическое поле сколько угодно обсуждают. Более того, огромное количество отременно, там произошло следующее, когда у нас работа, мы только выложили в архив, она еще не появилась, сейчас она появилась, безрожай, мы ее вот это утверждение делаем, то некоторые люди, они будут за это на нас обиделись и сказали, как же так, мы же, как говорится, деньги под эти дела просим, а сейчас нам, как говорится, откажутся, потому что главный лозунг, мы будем строить установку и не дойдем до шлинировского предела. Это лозунг, не знаю, как говорится, вы подписали, как говорится, в штатах, там, люди обсуждают, что нет, мы не будем это дело финансировать и так далее и тому подобное. Просто обиделись. Ну, на самом деле, почему? А зачем, на фиге все? Ну, с тех работ, вот, с моим участием, что ты здесь все делал. Нам же показано, что пара, у нас строится как раз вот в 10-26-е, не смотря с собой. Пару, по-моему, я, как говорится, здесь, в этой работе, по-сказу, даже и разрушаются в 10-26-е, разрушаются очень быстро. Там-то почти до предела мы находили, но там как-то люди, как говорится, на это и внимания не обратили. Вот сейчас обратили. и на пара образуются, он соответствует, он, соответственно, там, что у нас было. Ну, вот, почти что одна пара, потому что у нас было, как говорится, 5, значит, при 5 на 10-26, при столкновении, то есть, здесь показывается, что при 5-4, уже при 5-4, ну, считай, 6 на 10-26, стоит, у тебя, я не хочу сразу рушиться. Я еще раз говорю, вопрос зачем, вопрос зачем, не ко мне. Я говорю о том, что люди строят установку и вывешивают план, который, говорит, достигнем Швингеровского предела и просят под это деньги. А здесь делается утверждение, что никогда вы этого предела не достигнете. Скажите, что у вас завтра с какой-то. А я и говорю, от завтра с какой-то достигнем, ваш Винтеровского, ладно, и все, так мы сделаем. Нет, ничего, мы уже как бы с некоторыми из этих людей помирились, объяснение они уже заполочено, они вполне правильно поняли, там, правда, так далее, но, что есть, то есть. Но, вот, я лишний раз, я просто, в каком смысле, породился, вот, я не знаю, чем руководствуется Бор, когда делал это утверждение. Вот, он сделал это утверждение, считайте, сколько, 80 лет назад, вот, на взгляд, оно оказалось абсолютно правильным. Ну, на этом я закончу. Вопросы будут? А есть ли зависимость от чистоты доверяемости на данный факт? Конечно, есть. Из-за всякого сомнения, просто, дело в том, что, значит, ну, делается рентгеновский ладом, там крайне низкая интенсивность, поэтому, мы даже попытались, попытались, вот у меня студент, вот, одни люди даже присутствуют. Значит, мы попытались оценить, а что будет, если взять, как говорится, мощный, фокусированный, оптический ладомый импульс и столкнуть его с экспертским импульсом. Выяснилось, что экспертский импульс никакого влияния на это не оказывает, и за крайнюю местную интенсивность. А какая нужна интенсивность рентгеновский ладомый импульс? Ну, я, честно, я не смогу ответить, но, как бы, просто здесь практически можно было получено. Правильно? Вот. Практически было можно получено, значит, ну, так же это было неинтересно, потому что, значит, конечно, можно это все посмотреть, но мы хотели опираться все-таки на реальные восприятия. Да, как раз идея такая и была, что ясно, что если я возьму два энергетичных гамм-квантов, то мне не нужно не только лазера, а два, в принципе, два кванта, хотя два раза. Ничего. Хорошо. Представь. Вот новый рентгеновский лазер, который в Стенфорд дают, с дамом в нашем роде. Он гораздо мощнее, и там энергии потона больше, чем дамом. Потому что там сейчас будет 10-18, если он. Ну, вот если 10-18, то, наверное, что будет. Спасибо. Да. Посмотрим. Я, честно говоря, как-то... Это был докладом... Потому что очевидно совершенно, что если вообще говоря, если... Ну, во-первых, от энергии, если энергия там очень большая, то... вот мы видели, амиплатон сталкивались с лазером 10-18, афрически тоже рождает пара. Поэтому ясно, что с рентгеновским лазером достаточно больших инфраструктей, или, я знаю, не рентгеновская ангамма, то, конечно, этот эффект увеличился. Ну, в принципе, даже если рентгеновскими лазерами, там, мы с два порядка поменей можем от доли электродвольта, то есть лазерами есть, не рентгеновские, а ТАЕ электродвольт, а местных электродвольт. Вот на этом диабазон зависит от того, какая там интенсивность. Это не очень важно, если кто-то эту проблему не решит, поднаем интенсивность. Поднаем интенсивность. Видите, какие интенсивности нужны для того, чтобы получить высокую напряженность. Там же напряженность полиэдральков. Вот в чем дело. Поэтому ОКГЦ, если брать Титанца первый лазер, если брать два лазера, если брать неодим, это все туннельное решение. Там есть аналог параметра белых, которые вызыкнули все эти параметры. Есть обратный параметра. Я все-таки не напомню. люди, которые достигнут члены и расспекта интенсивности. А есть такой интенсивности так, напряженный себя селегимом. как для охраны селегимом. селегимом. Рождение это по-русски. Можно дать селегимом. еще? Можно еще? Можно Вы говорили, что учисления были сделаны в подлежении поля трансмиссии к первоначальному речному состоянию. Спасибо. Есть ли опять невозможность учесть изменения поля речной состоянии? Есть возможность почему невозможность? Я бы сказал, что сейчас у нас даже работа такая. Мы написали некие системы генетических уравнений включая к этой системе присоединяется уравнение Максула и все это решается совместно. Нет, для каскада понятно. А вот в одночастичном предрежении. И там в принципе можно. Понимаете, что значит для каскада это понятно. Там же наценки, которые я говорил. Вот нарождают пару. Я взял массу покоя и пару умножил на число разницы пары. Ясно, что они будут ускоряться. В любом случае ускоряться эти частицы будут. на это же тоже откуда она берется из поля. Даже если они чисто классически не получают ничего. Просто ускоряются. они в огромную мягкую получают. В принципе высота модерномоторного потенциала здесь колоссальная. Она где-то темна. Поэтому электрон выскочил из импульса и обретет темную мягкую. Если пары много, это соответственно. Как это учитывать? Надо думать, как описывать все эти процессы. потому что приближение заданного классического поля. В английском языке есть бэкграунд. Бэкграунд как раз и предполагает, что есть нечто заданное и на этом фоне у вас что-то происходит. Сама концепция такого бэкграунда в этой ситуации не работает. А как это дело? Пока еще никто не умеет. на этом сначала надо рассматривать и придумывать разные методы. Дело в том, что КГЗВА не работает теория возмущения. Просто не работает по фотону в внешнем поле, потому что надо учитывать бог знает сколько. Количество фотонов, которые участвуют в процессе, оно с ростом аппарата а0 растет как а0 ку. Это результат хорошо известный. Иначе говоря, если у вас а0 равняется 10 в 6, то вам это значающее эффективное число патронов, которое участвует в процессе патронов из волны 10 в 18. Ну и какая-то измущение. Значит, надо что-то другое. Внешнее поле с учетом обратной реакции от него. Сейчас, пока, ничего другого. Их соображений нет. И мы будем пытаться для конкретного процесса для развития каскады это сделать. А эти каскады будут возникать всегда, когда будет высокоинтенсивность. Всегда есть порог. Может быть, разные задачи будут разные. Я же не говорю, что при 10-25 будет каскад развиваться, а меньше нет. Может и меньше будет. Может быть, порог повысится в зависимости от процесса. Но если каскад есть, то обязательно надо рассматривать с учетом того, что происходит. Молодец, каскада это уже сделал? Чего? Ну, то есть, например, тот же нелинейный контон эффект, посчитан с учетом того, что поле... Нет, они не нужны. Там нелинейный контон эффект там немного, потому что у вас один электрон, а внешнее поле, что такое внешнее поле? То у вас, как говорится, число фотонов в каком-то разнообразную плотность, потону через замечание высока. Поэтому, как говорится, там единица потон. Вот эксперименты видели, конечно, если взять, не знаю, частицы более высокими или более большие нелинейные, может больше гармоний будет участвовать, но все равно это небольшое число это там или десять в какой-то степени высокий потон. Поэтому для нелинейного контона это не не нужно. Там понятие «бэкранта» работает. Вопросов, видимо, больше нет. Спасибо еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Режим Продолжение следует...